Стать членом Малой Академии Наук просто. Достаточно иметь желание и способности к учёбе. Сюда может попасть любой школьник, у которого есть стремление получать новые знания. Занятие в МАН – это увлекательные и познавательные дополнительные уроки талантливых школьников с профессиональными педагогами, фанатами своего дела. Ведь только такие преподаватели могут заинтересовать своих учеников и пробудить в них желание получать новые знания. Это такой альянс учителя и ученика. То есть учитель, прежде всего должен гореть учитель, потом зажечь ученика и вдохнуть в него весь тот запал, которым горит сам. Безусловно, это сотрудничество. Наиболее плодотворное из практики сотрудничества – это школы, внешкольного учреждения и вуза. То есть, когда есть сотрудничество этих трёх учреждений, то это даёт результаты. Десятиклассница Старопокровской школы Даша Оруджева в этом году впервые принимает участие в районном этапе конкурса защиты научных работ. Девочка глубоко изучает историю. Данное увлечение появилось у неё именно потому, что учитель интересно преподавал уроки в школе. И теперь она вместе со своим наставником Василием Давиденко работает над очень серьёзной темой. Даша уверена, приобретённые знания ей, безусловно, помогут в дальнейшей учёбе. Ведь в недалёком будущем школьница будет пробовать поступать на исторический факультет одного из харьковских вузов. У меня тема такая историческая. Как мы знаем все, что прапор, флаг победы подняли некоторые люди. Это Егоров Ганталия. Но никто не знает о Бересте, то, что на самом деле он там был. И благодаря ему, на самом деле, этот флаг оказался над Рейхстагом. Мне помогает директор школы, который подключил своих знакомых, люди, которые заинтересовались этой темой, которым интересно стало. И мы сплочённым коллективом работали над этой темой. Как показывает практика, занятие в Малой Академии наук и написание научных работ даёт ребятам много новых знаний, умения, а также большой опыт, что в дальнейшем, несомненно, пригодится им при получении высшего образования. Те дети, которые прошли МАН, они имеют большой опыт науково-доследовательской работы, большой опыт отстанавливать свою точку зрения, защищать её. И когда они идут в вузы, им уже там намного легче будет научиться. Приятно отметить, что ежегодно увеличивается число участников районного этапа конкурса защиты научных работ. Если ещё два года назад здесь держали ответ около 30 ребят, то сегодня их уже более 60. Очень часто победители районного этапа становятся призёрами и в области. И это неудивительно, ведь все ребята, которые заняты в МАН, уделяют любимому делу много времени и готовятся к защите работ очень серьёзно. Юля учится в девятом классе, но уже твёрдо знает, чего хочет добиться в будущем. Поэтому занятия в Малой Академии наук три раза в неделю принимают как должное. Я хочу быть будущим журналистом, поэтому мне нужна история и украинский. И вообще история интересно заниматься, узнать, что было раньше. Очень интересно. Меня устраивает такая жизнь. Люблю побольше работать. Дома всё равно делать, как бы сидеть. Зачем сидеть дома просто так, если можно учиться, набираться знаний. После торжественной линейки в честь участников МАН ребята разошлись по аудиториям. Здесь им предстоит написать контрольную работу по своему профильному предмету. Волнительный момент. Но, тем не менее, уверенность в себе и своих знаниях сильнее переживаний. Немножко волнуюсь, но я думаю, что напишу хорошо. Насколько готовились, учитель готовил. Думаю, что будет всё отлично. Настроим победить. Победа – это главное. Меня положили большие усилия. Буду стараться, чтобы всё прошло хорошо и чтобы заняло хорошее место. На выполнение заданий отводится три часа. Однако педагоги уверяют, что с ними можно справиться гораздо быстрее. Ведь вся работа состоит из тестов. И если уж отвечающий чего-то не знает, то вряд ли время ему поможет. А вот 13 и 20 декабря состоятся непосредственно защиты научных работ, над которыми ребята долгое время упорно трудились. И здесь им придётся проявить себя как можно лучше. Ведь победители районного этапа будут представлять Чугующину в области. А это – большая ответственность.